Доброе утро! В эфире 12 канала Час новостей. В студии Регина Бузарова и коротко о главном. Свет в конце недели. На смену затянувшимся дождям наконец-то придет солнечная погода. Собака бывает кусачей. Местные жители стараются восстанавливать и укреплять ограждения, чтобы таких ситуаций впредь не повторялось. Стая бездомных псов терроризирует Омский район. Кто мешает отлову? Карта ко всем благам. Омка модернизируется. Какие услуги теперь доступны для пользователей? Совсем не оздоравливающий отдых. В детских лагерях нашли 70 килограммов опасной еды. И когда за Солнцем следят не только астрономы, но и журналисты. Сейчас мы проводим испытания и практически уже собрали промышленный образец данной установки. 12 канал начал съемки нового проекта. Раскроем несколько секретов. Жара возвращается. Судя по прогнозам синоптиков Амичи, вновь смогут сменить зонты на купальники. В пятницу, и что не может не радовать, на все выходные в регионе потеплеет до плюс 25-28. Тучи рассеются, выйдет солнце. При этом изнурящей погода не будет. Сегодня осадки еще ожидаются, а вот завтра воздух начнет постепенно прогреваться. По данным метеоцентра, теплая и сухая погода сохранится до 21 августа. В деревне Приветное совсем неприветливые собаки. Бездомные дворняги то и дело нападают на домашних животных и скот. И уже угрожающе пугают оскалом местное население. Защитить хозяйство и своих детей, говорят люди, настоящая проблема. Высокий забор для агрессивного зверья не преграда. Есть ли управа на жаждущих крови псов, разбиралась Анна Лукинец. Вот сейчас начало восьмого, но это уже мы часто вокруг нее ходим. То есть с четырех до шести собаки напали. Эти жуткие кадры весьма красноречивое напоминание о том, что собака бывает кусачей. Трех породистых овец насмерть загрызли. Точнее сказать, буквально растерзали бродячие псы. Видео сняли соседи семьи Дургуновых, пока хозяев не было дома. Агрессивных зверей не остановил даже забор. Он тоже пострадал от острых клыков. Вот вроде бы огорожено, весь участок огороженный. Вот куда, как, посередине деревни получается, тут кругом дома. И собаки умудрились прямо сюда. Если раньше местные считали прибыль от сбыта овечьей шерсти, теперь оценивают ущерб. Теперь же местные жители еще сильнее переживают за своих животных и стараются восстанавливать и укреплять ограждения, чтобы таких ситуаций впредь не повторялось. Но, к сожалению, одним только строительством преград здесь, как показывает практика, не обойтись. Уже несколько месяцев собаки терроризируют поселок, атакуют целыми стаями. Недавно загрызли кроликов, нападают и на домашнюю птицу. За последние две недели погибли уже с десяток животных. Боятся селяне из-за своих детей, которые в случае атаки просто не смогут дать отпор. Детей просто жалко становится, потому что их выпустить, погулять элементарно, и выглядываешь с окна, чтобы собак поблизости не было. Либо свисток ей даю, чтобы свистела, отпугивала. А иначе, ну как? Собаки приходят в деревню Приветное и из других сельских поселений. Местные уверены, провоцируют животных сами люди, подкармливая их. Местные жители, кто-то со входной, прям с большими ведрами каждое утро носят. И вот я мимо проходил с пакетом, и собака рычит, уже хотела кинуться. Жители неоднократно обращаются в администрацию. О том, что происходит в поселке, местные власти знают и держат вопрос на контроле. Вопрос стоит в ведении администрации и управления сельского хозяйства. Будет ближайший отлов должен быть в ближайшее время. Когда точно будет время, мы не знаем, потому что нам точняют за пару дней до привезда отлова собак. Для того, чтобы мы смогли разместить информацию, что в этот день будет отлова собак происходить. Поэтому проблемы жителей известны, проблемы жителей будут решаться. Обострают ситуацию те, кто обычно прячет бездомных животных перед отловом. Не осознают, что таким образом оказывают собакам медвежью услугу. Они остаются без прививки и самое страшное – без стерилизации. А значит, дважды в год могут приносить потомство, которое в будущем пойдет по стопам агрессивных родителей. Анна Укенец, Сергей Пайхалов, 12 канал. К другим темам остановка «Голубой огонек» не поменяет название. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Шелест. Подобная инициатива не обсуждалась и через Омский городской совет не проходила. По словам градоначальника, такие инициативы могут быть реализованы только при поддержке подавляющего большинства амичей. А в данном случае, судя по комментариям, в соцсетях люди выступают против. Напомню, ранее появилась информация о том, что известный остановочный комплекс хотят переименовать в музей имени Кондратия Белова. Заявлением выступил директор учреждения Владимир Белов. Отмечу, что в 2019 году музей уже выдвигал аналогичное предложение. Владимир Белов даже направлял соответствующие документы экс-мэру Оксане Фадиной. Но и тогда остановку не стали переименовывать. Тем временем поездки на общественном транспорте могут стать комфортнее. Приложение Омка модернизировали и теперь оно, уверяют специалисты, еще удобнее в использовании. Пополнить баланс карты можно с помощью системы быстрых платежей. Как сообщает городская администрация, необходимости вносить данные банковской карты или привязывать ее к приложению нет. Достаточно иметь в своем телефоне приложение банка, подключенного к СБП. Выбирая этот удобный способ, на телефоне откроется его приложение и транзакция будет совершена. Обеспечить деликатесами и прилавки омских магазинов и восстановить популяцию в природе. На Омском рыбзаводе высоким гостям и журналистам рассказали и показали, в каких условиях содержится местное поголовье. Разбиралась в особенностях работы местных рыбоводов и моя коллега Наталья Азмага. Около 80 тысяч муксуна, 35 тысяч стерляди и более 300 тысяч осетра на Омском рыбзаводе Бородино. А чешуйчатых подопечных заботятся с особым трепетом. Качество воды, температура, количество корма и другие параметры регулируются строго в зависимости от породы, возраста и самочувствия рыбы. Три раза в сутки у нас происходит контроль воды, контроль температуры как в воде, так и в помещении. Каждый час происходит кормление рыбы. Каждую неделю составляется новый рацион в зависимости от плотности и средней массы рыбы. Высоко оценили работу Омского рыбзавода, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хаценко и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Гости отметили активное участие Бородино в заселении сибирских рек и озер ценными породами рыб. За эти 9 лет мы выпустили осетровых пород, то есть это стерлядь и осетр, миллион штук в природу выпустили в реку Иртыш. А сиговых, то есть муксуна, выпустили 20 миллионов в природу. В планах Омского рыбзавода до конца года восполнить популяцию муксуна. К запуску готовят 20 миллионов молоди. Наталья Змага, Юлия Вдовиных, Павел Манжос, 12 канал. Когда отдых должен приносить здоровье пользу, а он приносит вред. В детских лагерях нашли 70 килограммов опасной еды. Неутешительные результаты рейдов обнародовал Роспотребнадзор. Продукты не соответствовали требованиям по физико-химическим и микробиологическим показателям. Исследовали инспекторы и воду, но тут ситуация лучше всего две некачественные пробы. Напомню, этим летом в Омской области работал 591 детский лагерь. Отдохнули более 60 тысяч детей. В 98 здравительных учреждениях выявлены нарушения санитарного законодательства. Что касается снятия с реализации 70 килограмм продукции, то речь идет о немаркированной продукции. Администрациям лагерей были выданы предписания на утилизацию обезличенной продукции. По данным фактам, как и по всем имеющимся нарушениям, были составлены протоколы для принятия административных мер. А вот школы постепенно готовятся к новому учебному году и пока без скандалов проходят приемку комиссии. Есть и совершенно новые учебные учреждения. Так, в Черлаке завершено строительство средней школы на 250 мест. Учебные классы готовы, они полностью оборудованы и ждут ребят за своими партами. При этом все помещения приспособлены к обучению и маломобильных учеников. Облагораживают и территорию. Здесь высадят более тысячи декоративных деревьев и кустарников. Ну а школьные стены украсят рисунки омского художника. Эдвин Франк изобразит на одной стене лестничного пролета защитника настоящего героя нашей страны. На второй – окружающий мир, а на третьей – спортивные победы. Теперь качество здания и обустройство прилегающей территории еще предстоит оценить госстроенадзору. Они проверят соответствие по всем требованиям – техническим и документальным. Напомню, общеобразовательную школу в Черлаке удалось построить в рамках нацпроекта «Образование». Открытие школы запланировано на 1 сентября. Солнце Сибири в объективах камер. 12-й канал начал съемки нового проекта. Идею создания научно-популярного фильма о солнечной энергии поддержали эксперты президентского фонда культурных инициатив. Проект реализуют на средства гранта. Омск – третий город в стране по количеству солнечных дней. Зрители смогут больше узнать об использовании зеленой энергии в нашей области, природных богатствах и традициях региона. В том числе и о талантливых людях, которые звезда по имени Солнце вдохновляет на творчество. Первые съемки прошли во время фестиваля «Подсолнухи». Со сцены под открытым небом три дня звучали авторские песни и стихи. Сфокусирует внимание авторы картины и на современных научных разработках. На данный момент есть патент по автоматическому устройству отслеживания солнечных панелей. Сейчас мы проводим испытания и практически уже собрали промышленный образец данной установки. А сейчас печальная новость из мира спорта. Ушел из жизни Родион Амиров, 21-летний игрок команды Салават Юлаев, который на протяжении долгого периода боролся с тяжелым заболеванием. В феврале прошлого года хоккеисту диагностировали опухоль головного мозга. Он проходил долгий курс лечения. Один из матчей между Авангардом и Салаватом Юлаевым в Омске пришел в поддержку спортсмена. Команды вышли на раскатку в специальных джерси, а фанаты вывесили гигантский баннер. Салават выиграл в тот вечер 3-1, а хоккеисты признали лучшим Родиона Амирова. Он скончался накануне, 14 августа, на 22-м году жизни. Настоящий шторм в Омске, а еще снежная битва, баня и пляжная вечеринка. При поддержке правительства Омской области и компании «Газпромнефть» в Омске прошел фестиваль здорового образа жизни «Штормфест». Праздник посетили более 30 тысяч человек, среди которых и наша съемочная группа. Все подробности прямо сейчас. Снег летом в Сибири. Все возможно на фестивале здорового образа жизни «Штормфест», который в этом году проходит в Омске четвертый раз. Соборная площадь превращается в горнолыжный склон. Здесь на глазах у тысячи мечей сноубордисты демонстрируют свои коронные трюки. Гости в восторге. Среди зимних забав также хоккей, керлинг и ледяная купель. На этих тематических площадках необычные для августа активности. А тут уже летние развлечения. В открытом бассейне все желающие учатся управлять саббордом. Рядом с искусственным водоемом – пляжная зона. Мы из Сибири, мы девчонки суровые, можем позагорать. И в такую погоду, да? Да. В бассейне искупались? Нет, пока не стали искупались. На снег насмотрелись. Очень классно, нам понравилось, да? Да. Еще одна забава – Юки Гассен, снежная битва. Три раунда по три минуты. На каждую команду примерно по 90 снежков. В каждой команде по семь участников побеждает тот, кто добирается до флага или выбивает всех соперников. Дети тоже не скучают, резвятся в сухом бассейне. Участвуют в бельчик-бегах, играют в гигантский боулинг. Особая точка притяжения – фотозоны. А самые смелые выбирают баню. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Опускаем пар. Пару опускаем. Раз, два, три. Положили венечки. Фестиваль проводится с школой смешанных единоборств «Шторм» Александра Шлеменко. С 2015 года система спорта и здорового образа жизни развивается в регионе при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Активную помощь в подготовке и проведении «Штормфеста» оказывает правительство Омской области. Сегодня вместе с Александром Павловичем замечательные мероприятия, уже традиционные для нашей области, для нашего города проводим. Людям нравится, людям много, много мероприятий. Самое главное, что здесь мы популяризируем здоровый образ жизни. Это наш бренд. И мне приятно, что город Омск в очередной раз создал и показал, и поддерживает, и проводит свой бренд. Нигде нет такой сплоченной команды, то есть правительство Омской области, компания «Газпромнефть» и школа «Шторм». Это три партнера, которые, по сути, могут все. Центральная площадка фестиваля «Октагон». Здесь состоялись шесть показательных любительских поединков между воспитанниками школы «Шторм» и один профессиональный бой. Почетные гости – прославленные российские боксеры Александр Поветкин и Денис Лебедев. Ну а в завершении – концерт группы, которая буквально разрывает хит-парады «Артик» и «Асти». Юлия Вдовиных, Сергей Никифоров, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио «Монте-Карло». Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. И о погоде. Сегодня, 15 августа, в Омске переменная облачность. Температура воздуха днем до 19 градусов выше нуля. В районах Пасмур на днем плюс 14, плюс 16. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Далее смотрите прямую трансляцию «Диалог с героями». Разговор о главном. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин